Чем пятиклассники так разозлили парней из патриотического клуба «Беркут», призванного этих самых детей защищать, остается загадкой. В сообщении пресс-службы ДВД говорится о том, что школьники, приглашенные в кабинет беркутовцев 22 декабря прошлого года, регулярно нарушали дисциплину. Неужели именно это стало поводом для такой жесткой воспитательной беседы? Ведь, по словам матери одного из пострадавших, беседа и впрямь получилась жесткой. В письме что делалось? Применялись отвертки, бились по рукам отвертками, по пальцам рук, шнуром от электрического чайника, потом пинали ногами, руками избивали, живот ударяли. Такие еще применялись приемы, которые старались, чтобы не оставлялись в них. Но синяки были, от челбанов на висках, именно на плечах, на ногах были следы. Конечно, наша вина, что мы, родители, просто мы понадеялись на школу и на инспектора по делам несовершеннолетних, что они должны были делать свою работу. Наших детей не на улице избили, а на территории школы. Школа должна была писать, заводской и возбуждать. Все эти действия происходили во время урока, однако никого из учителей отсутствие на занятиях детей не смутило. Применены дисциплинарные взыскания к учителям, которые не прореагировали на отсутствие детей на третьем уроке и на 10 минут четвертого урока. На тот момент, когда мы разбирались, когда спрашивали, есть ли побои, то родители сказали, что побоев на теле нам не показывали. Поэтому я не могу сказать, но не верить тоже не могу. Сегодня стало известно, что в возбуждении уголовного дела родителям отказано за отсутствие состава преступления. По факту избиения учеников 23-й школы было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава и события преступления. По 257 статье УК Республика Снахулиганства в целом собранный материал по данному факту не подтвердил вину беркутовцев. Согласно постановлению об отказе в возбуждении уголовного дела, законные представители потерпевших от заявления и прохождения судебно-медицинской экспертизы потерпевших отказались. Видимых следов от побоев у детей на теле не обнаружено. Об отказе в возбуждении уголовного дела, к слову сказать, родители узнали только из СМИ. Официально их никто не уведомлял. Но мать пятиклассника Юлия Чувильская наверно идти дальше и обратиться в прокуратуру. Возбуждение дела отказано, но ведь на видео в сети беркутовцы на коленях просят у родителей прощения, то есть свою вину признают. В департаменте внутренних дел считают, что признание сделано под давлением родителей детей. И в прокуратуре мы писали заявление и сделали на это ударение, что не родители, а сам господин Сагиев и инструкторы беркута, они ставили своих сотрудников перед нами на колени. И все признания они давали в присутствии господина Сагиева, своих инструкторов, учителя школы, инспектора по делам несовершеннолетних. За услуги беркута родители учащихся ежемесячно платили по 200 тенге. После случая с избиением школа с патриотическим клубом договор разорвала. По словам директора, беркутовцы ни в коем случае не должны были проводить с детьми беседы без участия замдиректора по воспитательной работе. Асилькин Жалина, Жаслан Жубаев, программа «Факт». Сагиев, программа «Факт».